МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. В 2015 году отмечается 100-летие со дня смерти известного самарского деятеля и градоначальника Старой Самары Михаила Дмитриевича Челышова. И сегодня у нас в гостях его внук Михаил Кабаченко. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Здравствуйте! Ну вообще, когда говорят, что приезжает внук знаменитого человека, который был известен еще в дореволюционной России, то первое, что приходит в голову, этот человек к нам приехал из-за границы. Вот вы откуда к нам приехали сюда, в Самару? Я приехал из Москвы. Так. Потому что семья, моя бабушка и моя мама переехали в Москву, когда убежали отсюда из Самары, распространяться не буду, почему. И поселились они у своих друзей Щербачевых. Да. Потому что строителем был Михаил Дмитриевич, а архитектором был Александр Александрович. Вот эти две семьи подружились и работали вместе. Результаты их работы, как говорят, на лицо. На лицо и на улицах. Вот. А когда вот бабушка и мама приехали, они поселились именно на улице, в переулке, где жили Щербачевы. И мы подружились с внуком Щербачевых. И он познакомил нас с моей будущей женой. И мы стали родственниками. Да. Поэтому Щербачевы и Челышовы породнились, Щербачевы и Салабинами. Да. Такое переплетение судеб Самария. На самом деле. Такие самые громкие фамилии, которые характеризуют, вообще говорят много о Самаре. Вообще в свое время о вашем дедушке говорили наравне с Шаляпиным и Горьким. Вот как вам кажется, сегодня то, что о нем рассказывает сегодня, это на достойном уровне? Вот если горожане захотят больше узнать о Челышове, вот где они могут это сделать? С помощью чего? Именно в Самаре? Или может быть в других городах? Нет. Ну так, во-первых, где можно узнать? Во-первых, в 95-96, в 5-6 мы проводили годы памяти Михаила Дмитриевича. Потому что это достойное, по моему глубокому убеждению, глубоко достойная личность, перед которой я всю жизнь преклоняюсь. Вот. И поэтому в те времена было много собрано интересного материала. И сейчас вот то, что и книжка издана, книжка Михаила Дмитриевича «Пощадите Россию» для меня, это вот знаковый шаг в городе. Вчера я об этом узнал. Вот. И то, что вот и книги, и очень много журнальных, газетных статей. Так что какие-то источники есть. Но насколько они... Востребованы. Востребованы. Но все равно уже вот сейчас спросить, кто такой Челышов, уже недоуменного взгляда не увидишь. Уже люди знают, кто это. А я слышала, что в 2000 году был открыт у нас в городе музей Челышова. Да. Вот сегодня он в каком состоянии? Поддерживается его работа или как? Или что для этого нужно? Чтобы в музей люди приходили? Поддерживать, потому что это музей истории города Самары имени М.Д. Челышова. Для меня это очень значимо, потому что Михаил Дмитриевич был, как говорят, истинным патриотом. Да. То, что он делал, человек неуемной энергией, огромной и физической, и моральной силой, потому что он выступал в Государственной Думе более ста раз. Он же был член Государственной Думы третьего созыва. И потом случайно, совершенно, мы с женой встретились с одним человеком, может, пушкинисты знают этого человека, Арнольд Ильич Гессен, известный пушкинист. Он был корреспондентом Государственной Думы. И мы с ним встретились и были поражены той детализацией, которая осталась в памяти у этого человека. Он рассказал, о чем говорил Михаил Дмитриевич, какой он был, как он говорил. И тематика, это было так здорово, услышать от совсем постороннего человека подтверждение всех тех слухов, разговоров, которые, то, что мама рассказывала, это было здорово. Поэтому человек достойный, о нем много можно узнать, рассказать. Это один из тех титанов, на которых созидалась наша страна. Мы стоим на плечах титанов. Да. Наша страна и наш город, потому что вот благодаря стараниям Челышева, вот сегодня прочитала, Самара стала новатором среди городов по Волжье в деле озеленения, асфальтирования улиц. А как вам нынешняя Самара? Вот когда вы проходите мимо Челышевских домов и видите вот пластиковые окна в них, ну и вообще вот наши улицы, как вы сегодня воспринимаете наш город? Вы понимаете, во-первых, я воспринимаю город, я езжу в Самару уже больше 25 лет, поэтому я могу сравнивать. Да, вот это интересно. Во-первых, я вижу его рост, улучшение во мной. Ну, хорошо, дорогу не будем говорить о дорогах. Да, больное место. Я ездил, пропустим эту тему, пропустим. Дороги все равно сделают, вот самое главное. Вот, и город, город живет. И город, на мой взгляд, какой-то уравновешенно спокойный. Я бы по-другому сказать не мог. Вот это мое ощущение. И мне тепло и уютно в этом городе. И поэтому, ну, я перефразирую замечательную песню, что каждой весной так тянет меня, я пою. В Самару, мой солнечный город. Вы знаете эту песню. Я говорю, что нет, Леонидович ошибался, когда он пел в Одессу. Для меня в Самару, мой солнечный город. Да, ну, это очень приятно. Поэтому я рассказываю вам свои ощущения, не ставлю задачи социологического исследования. Я говорю свои мысли только. Но у нас все равно проблемное место, как будто ни было. Это исторический центр нашего города. Вот вы каким его видите? Как он должен развиваться? Что нужно оставить, сохранить? А что изменить? И вообще вот чувствуется, что какое-то отношение есть к этой части города? И властей, и людей? Или вот она у нас все больше как-то теряет? Было время, когда дома горели. И довольно часто. И это было... Вот на мой... Может, я тоже опять-таки ошибаюсь, я рассказываю свое мнение, что, видимо, это было время, ну, в общем, не лучшее в истории города, когда негодяи жгли, сознательно жгли старый город. А высказывание, что Самара – маленький Париж, мне импонирует. С учетом того, что я 6 лет прожил в Париже, работаю в ЮНЕСКО, то есть мне кажется, что это город... Здесь творили яркие, самобытные архитекторы. Да. И они оставили... И что меня радует, что вот интересных архитектурных решений разрушено не было. Жгли маленькие домики. Это тоже преступление. Потому что их надо оставить. Их надо оставить. Потому что в том же Париже есть вот... Мне пришлось много поесть по миру. И я во всех городах вот ищу вот эти уголки. И это уже такое всемирное поветрие. Сохранить то, чем гордится народ, и что остается в его памяти. Не только даже вот в такой простой памяти, но и в генетической, потому что город стоит на плечах интересных людей, которые оставили свой след, свой вклад. Да, да, да. А что в вас, лично в вас? Какие качества? Ну, понятно, что вы с своим дедушкой практически не были знакомы, да? Не удалось вам пообщаться. Через 17 лет я родился через 17. Но вот вы чувствуете что-то? Или, может, вам родители говорили, вот это у вас от дедушки, вот это качество, наверное, у тебя от него. Вот у вас что-то есть такое? Вот может быть, все равно же гены? Есть, есть. Гены, порода, никуда от этого не денешься. Хороший вопрос, потому что у меня была совершенно удивительная мама. Она была, и вот если есть святые люди, то вот это была моя мама. Я по-другому не могу сказать. Я не верующий, но вот если есть ангел, то у меня ангел-хранитель есть от моей мамы. То есть ее не обманывал только очень ленивый. То есть она была настолько доверчива и открыта к людям, и она всегда удивлялась. Мишка, ну в кого ты такой? Вроде, ну, я говорю, ну, мам, ну, наверное, у деда. Я думаю, что вот энергия бурлила. Энергия бурлила, и мне всегда что-то было нужно. И я думаю, что вот именно вот это и какие-то вот главные достоинства, на мой взгляд, первое, наверное, это достоинство. Я не служил в армии, я работал учитель... А, я работал учитель начальника школы. А учителей начальных школ в то время в армию не брали. Мы были нужны для другого дела. И так, как я и проскочил армию потом учитель, в общем, много лет поработал учителем. Вот. А мне иногда говорят, что вы бывший военный. Мама выработала у меня, ну, одним варварским способом. Она мне палец загоняла под лопатку. Больно было очень. Ну, а самка, и она добивалась того, что... Мишка, мужчина должен быть... Вот. И это достоинство, оно проявлялось и в поведении. Уважение к людям. Это, на мой взгляд, вот в меня вошло, потому что все, что я знаю про Михаила Дмитриевича, это именно глубокое уважение к людям. Вот. И ответственность за дело. Я по этому поводу говорю, что на улице Михаила Челышова... Так. Хоть такой улицы и нет пока, да? Но будет. Но будет. Была и будет. Так. Вот. В металле. Челышов. 1895. Вы видите это, что должно быть? Был он. Был пожар на доме на улице Михаила Челышова. Ну, сейчас, неважно какая. И я говорю, всегда в разговорах говорил, какая наглость оставить на века металлической Челышов в 1895. Но, с другой стороны, какая ответственность? То есть через... Дом этот стоит уже 120 лет, и ничего в этом доме не рушится. Все стоит на месте. Без капитальных ремонтов, без ничего. Перекрытие воровали. Это мне рассказывали. Вот это, на мой взгляд... Ну, когда меня спрашивают, когда я что-то узнал про деда, у меня ощущение, вот, с молоком матери. Да. Потому что вот мама воспитала меня именно в преклонении перед дедом. Да. В глубочайшем уважении. Ну, вот вы отметили два его самых важных качества. Уважение к людям и ответственность. И, конечно, если бы он не уважал людей и не был ответственным человеком, он бы не занимался борьбой с пьянством, да? Да. Вот спустя годы, хоть в России это никогда не заканчивается вот стопроцентной победой, борьбой с этим злом. Вот сегодня вы к этой проблеме как-то вот думаете о ее решении? Она вас беспокоит, волнует? Раз уж у вас дедушка так вот прямо за это ратовал, вот жизнь практически посвятил, чтобы это... Дело в том, что, ну, и, в общем, скорее всего, его убили на операционной столе. По всем бризнакам настолько, настолько его не было еще. Еще даже не было. Еще не исполнилось. Через несколько недель должно было исполниться, где 49. Вот. Ненавидели его люто. Люди, которые потеряли хорошие деньги на этом. Но дело в том, что ведь, вот, факт, ведь две страны в это время имели сухой закон. Так. Россия и Соединенные Штаты. Угу. В Соединенных Штатах это завершилось просто диким разгулом бандитизма, мафии. В России, слава богу, такого не было, но все равно это тоже была сложная проблема. Это проблема. Но опыт доказал, что запретом не решить. Что здесь вот в доме у деда был буфет, на котором было вырезано, в этом доме вина не пьют и гостям не подают. Да. На приеме у царя-батюшки. Да, известный случай. Подняли тост. И все собрание, банкет огромный, весь повернулся лицом даже не к царю, а голова Михаила Дмитриевича возвышалась над всеми. И все смотрели, что же он сделает в этой ситуации. И он сказал, его императорское величество знает, что я всей душой желаю ему здоровья, но живу, и во имя он займёт про свое здоровье. И поставил бокал на место. И царь запланировал. Да. Хватило такту и ума понять, что это апостол трезвости. Это уверенность в себе, это настойчивость. И добиваться, ну, может не стоит, но до 32 лет я капли спиртного не выпил. Ну вот, достойный последователь. Мама меня воспитала, ну а потом уже условия заставили. Ну вот, вот так. Но я всё равно говорю, культура питья. Надо воспитывать, потому что это часть жизни. Да. Это всё равно часть жизни. И вино, что называется, на радость нам дано. И поэтому нужно традиции чтить. А это одна из традиций. Да. Ну, как и сколько. Понятно ваше отношение. Кроме того, Михаил Дмитриевич был новатором и инициатором. Вот то, что он провозгласил принцип совет гласности и контроль, ввёл должность контролёров, следящих за состоянием городского имущества, вот идёт вот наперекор, да, вот ни с чем не мирится, а вот инициирует. И вот новаторство, да, и дальше ещё, значит, он способствовал выдачи пособия родившимся и гарантии обеспеченной старости гражданину. Вот новаторство у вас как-то проявилось? Вот вы какие-то инициативы вашей вот практики и жизни профессиональной вводили тоже? Вот есть что-то такое? Ну, то, что я создал международное движение «Педагогия за мир и взаимопонимание». И, что называется, мы много в этом направлении сделали. И наше движение уважалось. Потом это сошло на нет, сейчас это возрождается, потому что острота проблемы вернулась. Вы сейчас сказали о том, что тревожно, тревожно, потому что, ну, слишком много уж очень неумных людей, которые не могут понять, чем кончится война. Поэтому, раз, мы создали Академию Педагогических и социальных наук. Это тоже, я один из инициаторов. Когда я работал педагогом, я был директором школы-интерната. И я был увлеченным сторонником педагогики Антона Семеновича Макаренко. И у меня в интернате были разновозрастные отряды. То есть, вот, кончались уроки, и дети расходились по отрядам. И в каждом отряде были с первого по десятый. И когда они говорили, да бежать будут, что вы, какая... Они пестовали своих малышей. Это так было... Перестройку, переворот я совершил весной. Они ушли на лето. И осенью я в недоумении обнаружил, они все, старшеклассники, прочитали педагогическую поэру. То есть, они готовились к работе педагогической. Это незабываемое впечатление. Это... Ну, нас по стране-то вот таких вот директоров было не так много. Да. Вот в начале программы вы сказали, что Михаил Дмитриевич был настоящим патриотом. И сегодня эта тема, патриотизм, она вот становится как никогда актуальной тоже. Никто не понимает, что он такой настоящий патриот, как его воспитать, и чтобы не сделать так, чтобы не навредить. Когда говорят пафосно, да, и много, что ты должен любить Родину, и мы все тут патриоты, то это только отталкивает. Вот вы как педагог. Даже не буду цитировать Леоня Николаевича. Слишком резко. Не знаете, да? Как-то вот сразу сейчас не вспомню. Не видно. Так. Ну, вот ваше отношение, как нужно так сделать, чтобы все-таки... Это чрезвычайно деликатная тема. Потому что она в первую очередь выражается в делах, а не в словах. В чем, чем ты проявил и доказал свою любовь к этой удивительной, неповторимой стране? Чем ты это доказал? Это первое. При том, что доказать это можно. А, это вот какое-то большое... Нет, нет. Каждый день в своей жизни будь человеком. Будь человеком. И это уже проявление патриотизма. Уважай окружающих людей. Цени то, что сделали наши... Я уже употреблял сегодня это выражение, что мы стоим на плечах титанов, которые создали... Ну, из ничего. Создали величайшую державу мира. А ведь создали, отстояли, ведь сколько желающих было. Но мы же этого добились, того, что эта держава уж сколько раз ее хоронили. И ни у кого ничего не выйдет. Но все равно на каждый день надо чем-то подтверждать вот это свое уважительное, любовное отношение. Вот я вижу только так. И вы знаете, а я слышу Челышевские принципы. Вот как он ко всему подходил, и я вот сейчас у вас слышу. А я хочу узнать у вас. У вас сохранилась династия ваша Челышевская? Как вы Челышевы сегодня вместе встречаетесь ли? Как вы вот все это сохраняете? Или вот... Потому что такой знаменитый дедушка. И вот вы как все это вот... К великому сожалению, революция раскидала. У деда было... Ну, шесть умерли в младенчестве, шесть выжили. Ни у одного из мальчиков не осталось наследства. Только две девочки, старшая мальница Екатерина и моя мама оставили наследство. Но там тоже свои были... Нюансы. Ссорились. Поэтому мама не знала о том, где и когда умерла старшая сестра, которая... А ее потомки живут в Узулуке. Я вот приехал сюда, позвонил, напомнил. Я говорю, Александр, имей в виду. Он мой племянник. Имей в виду, что вот... Но он все равно меня Михаил Владимирович величает, но я старше. И поэтому, говорит, ноги не дадут. Он... После аварии. Вот. Но мы будем представлены. И вот это тоже для меня важно. А вот на 13 сентября приедут у нас с женой двое детей, сын и дочь, и три внучки. Но, к сожалению, уже фамилию мы несем только в памяти и только в рассказах. В любом случае, вы прямой челышевский потомок. Вот какие планы вообще по сохранению памяти того, что сделал вот ваш дед в свое время? Вот как все это? Кто вам помогает в этом? Какие, может, инициативы в городе вы выдвигаете? Кто их поддерживает? Что нас ждет с вашей помощью, чтобы горожане об этом знали, помнили? Вот могу сказать одно, что если вот в предыдущие годы, когда я проводил Года памяти каждые 10 лет с 95-го, то, ну, помогал. И Олег Николаевич Сосуев очень хорошо помогал. Вот. Помогали. Но, как бы это, это была, в общем, такая, в основном, моя инициатива. В этом раз, в этот раз я приехал, и я так в недоумении. А я-то сижу, а дело-то идет. Вот. То есть это первый раз, что называется, мне дают развернутый план, продуманный, серьезный. мне говорят о том, мне показывают книжку «Пощадите Россию». Да. Мне ознакомят, уже, правда, давно, с Агалаковым, который пишет книгу, про Михаил Дмитриевич. То есть дело двигается. Но это все-таки уже продолжается 150 лет со дня рождения. Все вместе, видимо. Ну, и у меня еще ощущение, что, наверное, именно на таких людях, я не знаю, помните ли вы, это у меня когда-то произнесло, высказывание Горького. Челышов — это воплощение России в ее чистом, стихийном и добром виде. Да, вот это сочетание чистой, стихийной и доброй, это тоже, наверное, качество личностное. Да, вот, абсолютно. Да, да, да. Вот хотелось бы еще узнать, узнать, что, конечно, Михаил Дмитриевич был разносторонней личностью, и очень много легенд о нем ходит, и очень много вот таких слухов, как он стал владельцем вот таких богатств. Вот как вот эта история. И там много разных версий. Там кто-то что-то подарил ему. Пять. Кто еще там, да. А вот вы до истины дошли? Это когда-то лет уже, больше 20 лет тому назад, приехал в Москву Евгений Александрович Бажанов. Ага, да. Позвонил, он сказал, Михаил Иванович, вы правда внук? Я говорю, правда внук? Он был помоложе. И, значит, а вот можно я приеду? Приезжайте, естественно. Вот. И он изложил эти версии. А я знаю одну, рассказанную мамой, а ей рассказывали уже родные, что в 81-м году Челышовы бригадой пришли в Самару на ремонтные строительные работы. И они начали... Вот мне назвали, что это... Хотя потом меня проверили, что это были не Ржановы, а Шхабаловы. Не знаю, вот подтверждений нет нигде никаких. Я знаю от мамы только Ржановых. И что... Они работают, ремонтируют. Так. И Ржанов приехал посмотреть, как идет работа, в обеденный перерыв. Все спят. 15-летний мальчишка деревенский читает. Ну, это... В 81-м году, в 1800 читающий. Да, вот уж удивление, да, было. Приехал еще раз. Та же картина, уже другую книжку читает. Вот так. Третий раз приехал, познал в кабинет, обстоятельно поговорил и протянул ему пачку 10 тысяч рублей. Ну, надо же. По тем временам фантастическая еще сумма. Конечно. И сказал, я такую сумму могу сегодня прокрутить. А ты можешь дело с нее начать 15- или 16-летнему мальчишке. Ты дело можешь начать. если пропадут, я не обеднею. Да. Заработаешь, отдашь. Угу. С первого заработка долг был... Никаких... Какие расписки мог давать пацан? Да, да, да. Ни расписок. Он и слов-то никаких не давал, потому что ну, не на что опереть эти слова-то. Ну, вот. И они взяли подряд. Как раз начинался строиться Великий Сибирский путь. И они красили станционные постройки. А в 42-м году или в 43-м в эвакуации в Черемхово мы с мамой были потрясены, когда услышали. Так это еще Челышевской покраски. В 43-м году в Черемхово. Вот как живет в памяти людей качественная работа. Потому что то, что вы видите вот в Челышевских домах это качественная работа. Да. А вы, когда проходите мимо домов сегодня Челышевских, у вас какие ощущения? Они вот от года в год меняются, кстати? Или это всегда одно и то же чувство? Одно и то же. Потому что сейчас вот меня встретили на вокзале. У меня ноги, к сожалению, плохо ходят. Ну, глупым был. Лишние вещи делал. Сундук железом принес. И сейчас позвоночник. Но это уже детали неинтересные. Вот. И меня встретил водитель Женя. А мы не сразу поим, а экскурсию. Михаил Иванович, конечно, подъехали к дому, где родилась мама, где, говорю, дед. Остановились около этого дома. А напротив Челышевский дом. Да. А рядом трехэтажный Челышевский дом на шесть квартир. У деда выжило шесть детей. предположительно, что он для каждого ребенка построил такую квартиру. а в этом домике очаровательном остаться вдвоем с молодой женой. Но это мои допустые. Потому что Лизет Ивановна была ослепительно красивой женщиной. Да. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, поделились вот своими знаниями об этом таком великом человеке. Спасибо за то, что вы продолжаете вот это дело в своем уже направлении и сохраняете эту историю для нас. Но я надеюсь, что и дети моей помогут, потому что я похвастаюсь, что мой сын доктор географических наук, профессор. И сейчас он один из главных консультантов строительства Керченского моста. Вот это да. Он океанолог, и вот это очень сложно. Он работает над режимом Черного моря. Да. А это очень сложный режим. И когда там сделали глупость другим, хотели поручить, он пришел как-то ну по-плошению. Сложные задачи и сложные решения, непростые, это свойственно Челышову. Спасибо огромное еще раз. Всего вам хорошего, здоровья. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров